Сегодня культуры двух стран Белоруссии и Казахстана стали ближе друг к другу. В Минске стартовали Дни культуры нашего партнера по таможенной тройке. Они стали послесловием недавнему визиту президента Белоруссии в Казахстан, в рамках которого главы государств отмечали духовную близость народа и необходимость наряду с экономическим культурного сотрудничества. Праздник в Минске на сегодня начался с официальных встреч, продолжился голоконцертом в зале музыкального театра, где казахстанские мастера искусств представили богатую арт-палитру. От фольклора до рок, от классики до эстрады. Наталья Бродиловская с подробностями. Партнеры по таможенному союзу Белоруссии и Казахстан не впервые обмениваются презентациями национальных культур. В 2009 году в Минске состоялись Дни культуры Казахстана в Белоруссии. Год спустя наша страна представляла свою культуру в Астане. И вот новая встреча. Она началась с официального знакомства двух министров и экскурсии по одной из главных достопримечательностей Белоруссии – Большому театру. Здесь тоже политическая мозаика, балкончики, здесь было дерево. От посещения театра оперы и балета родилась первая идея предметного сотрудничества. Министр культуры Борис Светлов предложил перейти на конкретные договоры и обменные гастроли между нашей и оперой Астаны. Его казахстанский коллега Мухтар Кул Мухаммед пригласил белорусов на официальную презентацию новопостроенного Большого театра Астаны. И заметил, в области высокой музыки и хореографии у белорусов и казахстанцев контакты налажены давно. Каждый год, примерно в июле месяце, мы проводим международный фестиваль опералия, куда мы приглашаем всех ведущих артистов оперы. Я знаю, не было такого случая, когда Белоруссия не был представлен в этом престижном международном конкурсе фестиваля. И точно так же в июле месяце мы проводим фестиваль мастеров мирового балета. И каждый год приезжают к нам белорусские друзья. Ближайшими объединяющими планами станут и мероприятия к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В последнее время все активнее сотрудничают между собой архивы обоих государств. Благодаря ему открываются все новые и новые имена казахстанцев, защищавших Беларусь на общих фронтах. Побывал почти во всех регионах, в областях, в поселках. И вот вызывает уважение большое, что народ Беларуси, не только руководство, народ, а молодежь, они бережно, с трепетом относятся к памятникам, где также захоронены и наши земляки, мои казахи. Бережное отношение к истории и ее памятникам особо отмечено высокой казахстанской делегацией. Сегодняшняя рабочая встреча только преддверие к подписанию Большого договора между странами-участницами Таможенного союза. Мы приближаемся к подписанию Большого договора о Евразийском союзе не позднее 1 января 2015 года. И сейчас мы, безусловно, должны обсудить с моим коллегой вот эти подходы, вот эти принципы, на которых мы будем строить наше культурное сотрудничество, конечно же, включая в том числе и третью сторону России. Все лучшее в своей национальной исполнительской культуре Казахстан привез сегодня в Минск. На сцене музыкального театра Беларуси гала-концерт мастеров искусств дружественной страны. От фольклора до рока, от академического искусства до эстрады. Дни культуры Казахстана продлятся в Минске до 9 октября, а в 2014 году планируется ответный видит белорусской культуры в Казахстан. Наталья Борделовская, Денис Соколовский, Вадим Гелькин, агентствователь новостей.